Всем привет! Меня зовут Даша Бурдюк. Я проживаю в Приморском крае, на спортивный клуб «Витязь». Сегодня я хочу провести экскурсию по нашей семейной базе отдыха и по конюшне. Это наша база отдыха. Здесь у нас домики для туристов. Здесь вы можете отдохнуть. В этих домиках также проживает конно-спортивный лагерь, который приезжает к нам каждый год. Но можно приехать просто отдохнуть так же. Сейчас покажу вам конюшню. Здесь у нас беседка, когда приходят туристы на экскурсию, например. Здесь они сидят, ждут, пока мы подготовим лошадей. Расписываются техники безопасности, выбирают себе каски и готовятся конные прогулки. Здесь наша конюшня. У нас здесь всего 8 денеков. 8 лошадей здесь стоят. Остальные находятся в левадах и гуляют на пастбищах. Также у нас есть два амуничника. Сейчас я вам их покажу. Здесь находится спортивная амуниция. Когда конный лагерь приходит на тренировки, он берет спортивную амуницию. И также у нас есть амуничник с амуницией для конных экскурсий. Это сбруйная амуниция для конных экскурсий. Здесь вестерн сёдла и уздечки для туриков, для туристов. У нас в Приморском крае очень влажный климат. И лошадям его бывает тяжело переносить. Поэтому денеки мы делаем максимально открытые. Они у нас не очень большие. Автопоилок у нас нет. Мы поим с ведер. Поим, корбим, чистим денеки. Мы с мамой вдвоем. Конюха у нас нет. Сейчас покажем, как денек выводится изнутри. Это Ван Хельсен. Который был в прошлом году в Максиме. Деники не очень большие. Кормушка у нас угловая. Туда кладется сено. Иначе они его затаптывают. Потому что возможности подкладывать сено в течение дня нет. Поэтому даем побольше и в кормушку. Чтобы они не затаптывали. Ван Хельсен у нас путешественник. В прошлом году он был в Максим Астейвос. Мы с ним прыгали. Всероссийские международные соревнования. Выступали до 130. Также мы ездили в Питер. Там тренировались с Жаном Филиппом. И в итоге, в общей сложности, Ванечка проехала 20 тысяч километров на машине. Сейчас он отдыхает. Особо мы его не грузим. Это Восток. Он родной, полный родной брат Ван Хельсенга. Возможно, через два года вы увидите его в Максим Астейвос на Сверданях по выездке. Это наш маленький плац. На нем мы проводим тренировки по спортивным лагерям. И тренируемся сами. В Уссурийске у нас есть плац побольше. Размером 60 на 30. Там мы тренируемся зимой. А здесь просто поддерживаем спортивную форму нашу и наши площади. Это дом польского графа Яна Демповского. Он был сослан на Дальний Восток за восстание против царя. Здесь он остался жить позже. И разводил оленей, выращивал женщин, разводил лошадей. И для военных ему нужно было вывести породу. Потому что местные монгольские лошадки были слишком маленькие. А для военных нужны были бы лошади покрепче, повыше. Он вывел свою породу. Породу Янковского. Мы живем в Приморском крае, на берегу Тихого океана. На границе Северной Кореи с Китаем. Там у нас остров Гавра. Он соединен с материком маленьким перешейком. Сейчас мы находимся как раз на этой перешейке. Там у нас сама подробитель. Здесь маленький шарик. Это бывший военный дельфинарий. На нем моя мама раньше работала. Наши конюшны находятся именно в пункте Витис на берегу моря. Это пункта Афива. Самая красивая и большая пункта. Набор Трюльгамова. Это заповедник, заповедная сона. На самом море это морской заповедник. А сзади находится семья Леополькова. Сейчас мы идем в пункту спасения. Она так называется, потому что в ней чудо было спасено. Это судно, что на алифонах. Во время шторма моряки чудо в ней спаслись. Так как эта пункта полностью закрыта, в ней всегда чти. В ней нет шторма. Вон там она находится. Между островами Алина и Гнездо. Алина и Гнездо это морководоведный остров. К нему скоро подойдем ближе. На нем проводились наблюдения с морским заповедником. Там тоже морской заповедник. Куда-то не придем. Фур番ат. Куда-то не придем. Куда-то не придем. Куда. Венера. Куда-то не придем за Del Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...